Религиозная ситуация в Западно-Казахстанской области остается стабильной. Об этом сообщили специалисты Управления по делам религии Западно-Казахстанской области. В области зарегистрированы 86 религиозных объединений, представляющих 8 конфессий и работают 8 миссионеров. Как обстоят дела с кадровым обеспечением в этой сфере и какое влияние оказывают СМИ на религию, выясняли наши корреспонденты. В Казахстане действуют многочисленные религиозные объединения, представляющие разнообразные конфессии. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 86 таких объединений и 83 молитвенных дома. Также установлено 7 стационарных мест для продажи религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания. Известно, что в Египте существует университет исламской культуры Нурмабарак. Специалисты сообщают, что в прошлом году этот университет окончили 10 студентов из Западно-Казахстанской области. Из них двое планируют продолжить обучение, четыре устраиваются на работу и еще четыре работают в других сферах. Они также отметили, что в области ощущается нехватка теологов. В Казахстане существует множество факультетов, где обучают профессии теолога, например, в университете города Караганды, Яну имени Гумилёва и других. Мы поддерживаем постоянную связь с западно-казахстанцами, которые учатся на факультетах данной профессии. В настоящее время в нашей области необходимы теологи, и для них созданы хорошие условия. Им предоставляется жилье и соответствующая зарплата. Насколько мне известно, у западно-казахстанских теологов достойна оплата труда. Еще один важный аспект – влияние СМИ на религию. В эпоху цифровых технологий информация распространяется молниеносно, и ее качество и достоверность имеют решающее значение. К сожалению, иногда в СМИ распространяется некорректная или искаженная информация о религиозных вопросах, что может вызвать недопонимание или напряжение в обществе. «Получать информацию о религии и социальных сетей, на мой взгляд, крайне неправильно. У нас есть специалисты, которые могут предоставлять достоверные данные. В этой связи проводятся определенные работы. В 12 районах области действуют ресурсные центры по работе с молодежью, в каждом из которых работают теологи. В самом городе работают три теолога. В ходе мониторинга интернет-пространства было выявлено и направлено на экспертизу 12 770 материалов деструктивного характера, из которых 701 материал был заблокирован». Специалисты отмечают, что с января по июль 2024 года проведено более 1600 мероприятий различного формата, таких как семинары, лекции и форумы, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймура Джагопар, Телеканал ТДК-42.